Есть сейчас конкретно про лишний вес. Ёлки-палки, мы снимаем один дом. Уходим, ребята, отсюда. Не знаю, скорее дай, но вообще это действительно сложная тематика. И тема, вернее, все очень индивидуально. Сколько красоты вы нам принесли? Тортов из эклеров. Вообще придумал мой сын. И там было написано «Urgent forever». Обратите внимание, какая это красота. Ну и спросите меня, Юля, а что же ты будешь делать с этими крошками? Ты про них что, забыла, что ли? Мотивация уже, в принципе, она изначально в человеке есть. Вот этот кусок уже я съела, когда я поняла, что надо скорее фотографировать. Ну, а эта коллекция, это практически целиком ваш подарок. О, это настоящий. Да, у нас все всегда настоящий. Съела авокадо, посадила ванхуэр. Семенор, да. Понимаю, очень хорошо. Едем. Смотрите, сколько радости у меня. Все, голод, батюшка. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот тема бодипозитива. Честно говоря, чего я не понимаю. Любить-то нужно себя. Но мне кажется, что я предпочитаю любить себя здоровую. И там в той форме, которая мне позволяет легко двигаться, не нагружает мои суставы. Я сейчас конкретно про лишний вес. Не, ну бодипозитив – это намного более широкое понятие. И оно рождалось на самом деле, я думаю, зарождалось для тех людей, которые не могут ничего сделать с какими-то своими особенностями. Мне кажется, что многие решили воспользоваться этой уловкой. Это опасно. Мне кажется. Опять-таки, исходя из того, но это тоже данность, мы живем по законам абсолютно животного мира, наш вид, который, конечно же, эволюция из нас сделала в определенном смысле несчастные существа. Потому что зверь, он ест, когда он голоден. Да, или там он не будет просто так набивать себя едой. Не знаю, с перееданием вообще это действительно сложная тематика и тема, вернее, все очень индивидуально. То, что заедает, как облечься от еды, если тебе нужно готовить, например, для семьи. Кстати, в Турции мы были на съемках, я была на съемках по одессе, но людей кормили с утра до вечера, очень вкусно. И для меня это еда, все, понимаешь, это вот этот шведский стол, ну, невероятная. И круассаны я впервые тогда увидела, и какой-то этот турецкий йогурт, в котором, ну, как то, что мы кретически понимаем, ну, не такое же здесь, в котором ложка стоит. И эти ароматные какие-то овощи, фрукты, все эти Turkish Delight, эти десерты, все рахат лукумы, пахлавы и все такое. Остановиться я в какой-то момент поняла, очень поправилась. И в какой-то момент поняла, ну, завтра еда будет. И меня это очень часто останавливает. Или вот еще такой момент, что я, ну, все нельзя съесть, ну, нельзя все съесть. То есть можно есть много, но все равно все не съешь. И я понимаю, что это сейчас так, скажите, там, детям, у которых в Африке действительно еды нет. Нет, ну, это, знаешь, один мой знакомый, который очень сильно похудел, прям, ну, реально, он похудел, он весил, ну, я не знаю, 140 килограмм, а стал весить 70 килограмм. Да, он объяснял давным-давно, что он перестроил свою психологию, он стал думать, я перестал думать, как толстый, сказал он, и стал думать, как худой. То есть я могу это съесть, спокойно, хочу ли я. Просто когда ты толстый, у тебя вот это еще чувство вины, что это нужно, да, и лучше не забить, вот эти срывы. А здесь, ну, вот, работает, ну, правда, ну, у каждого свое, наверное, работает. Аристократ, почему все такие худые? Наверное, потому что из поколения в поколение у них не было недостатка, да, не было дефицита. Они могут есть, могут не есть, я так думаю, не знаю. Аристократы, отзовитесь. Уже когда, когда, не когда нас воспитывали, когда нас учили, что тарелка должна быть обязательно чистая. Да, конечно. Общество чистых тарелок. А вот эти страсти, мордасти, а вот про войну и блокаду, ой, да, 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 это все. То есть, ну, когда уже мы своих детей воспитываем, да, вот, неспокойно, там, петь вот оставляет на тарелке еду. Мне иногда даже жалко, ну, просто, ну, что-нибудь, когда вкусное, что-то. Но я при этом, я держу себя в руках, во-первых, я не доедаю никогда за... Ну, прям, совсем в редких случаях, когда уж прям что-нибудь такое мною любимое, что я не могу оставить. Но и не заставляю доедать никогда, я не заставляла. Я понимаю, что, конечно, еда – один из самых простых способов получить награду моментально, очень быстро. И действительно, еда – одно из тех удовольствий, которые нам доступны, и для этого нужно минимальное количество условий, в принципе. И усилий. Особенно сейчас, когда столько всего уже готового. Да, 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 готового. К шелчку. Для меня еда не является вот этой наградой. Потому что я очень люблю вкуса, чтобы это было... Вообще, я очень ценю вкусовые ощущения. У меня действительно, это один из таких удовольствий, которые я получаю в жизни. Удовольствия – да, награда нет. Сами мне запретили. Как мы тебе запретили? Мы тебе сказали, что нужно это делать с умом, нельзя просто перестать есть. Если ты делаешь пищевую паузу, есть определенный ряд процедур, которые ты должен соблюдать. Я тебе это не хочу. Я просто могу поголодать. Нет, ты не голодал, ты кефир пил тогда. Поэтому это были вторые сутки у него. Мы заставили его йогурт есть. Потому что так нельзя. Должны работать органы. Желчный пузырь, кишечник. Токсины должны выводиться. Потому что когда ты голодаешь, у тебя токсины остаются от тех продуктов, которые переработаны остались. Я понял. Ну как-то у меня нет такой дисциплины, чтобы вот так... Какая дисциплина? Не жрать как действительно дисциплина. А какие-то вместо того, чтобы кофе пить с утра, а сделать какие-то процедуры определенные, дисциплина не нужна. Так. А ты у тебя сколько какой сегодня? У меня сегодня третий день голода. Уже почти вот три будет через два часа. Ёки-палки. Мы снимаем один дом. Уходим, ребята, отсюда. Вы думаете, я вас съем? Не бойтесь. Было и побольше. И на седьмой снимали. Едем. Смотрите, сколько радости у меня. Все, голод, батюшка. Кстати, я вот знаю и по себе. Я знаю, у меня подруга такая есть. Когда, особенно вот сейчас, когда мы сидели весной на карантине, многие разъелись, а некоторые взяли себя в форму и похудели. Да. Почему? Я тебе скажу. Мне так кажется. Во-первых, вот это вот есть просто потому, что больше нечего делать. Да. Это странное есть от безделья. Но при этом, понимаешь, вот, например, кстати, книга или фильм погружает в другой мир, в другую реальность. И ты, я забываю, я забываю, но у меня, мне повезло, это правда, все очень индивидуально. Я абсолютно с тобой согласна. Мне повезло. Мое чувство голода редчайшим образом, ну, я не знаю, сколько должно пройти часов, чтобы я захотела вот так есть, чтобы прям больше не могу. Вообще построить себе систему, которая отличается от системы награды едой, можно. Никакая мотивация тебе не поможет. У человека должно возникнуть желание что-то изменить. А дальше только помощь может быть. Мотивация. Невозможно заставить человека сказать, знаешь что, тебе нужно изменить жизнь. Это как человек заставить бросить курить. Есть такие, наверное, люди, и с той, и с другой стороны. С одной стороны, есть люди очень внушаемые, и есть, мы с тобой про это говорили, люди, которые умеют внушать. Поэтому кому-то вот легче, например, в марафоне совместном, там, в таком групповом сбрасывать вес. Это же тоже, все туда же. Да, но для того, чтобы ты начал, должен прийти в этот совместный марафон. Это да. Вот я про это говорю, что мотивация уже, в принципе, она изначально в человеке есть. Своя собственная. Конечно, люди хотят быть красивыми и здоровыми, но, наверное, по-моему, это очевидно. Вот. Единственное, чего мне не хватает, например, в периоды голодовок, вот когда я голодаю, действительно, мне не хватает еды, как момента моей жизни. Мне не хватает еды, как ритуала. Как ритуала, как вот этого небольшого удовольствия. То есть я себе что делаю? Я действительно фруктовый чай. Или фруктовый не очень, ну, хотя из засушенных ягод можно там какой-нибудь. Шиповник. Шиповник, шиповник, шиповник. 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 У любви не названа цена, лишь только боль одна. А жизнь одна, я помню, что жизнь – это боль. Вот, сколько красоты вы нам принесли. Шиповник самый вкусный, который я привозила из Грузии. Ну, или привожу там из Ростовской области. Давлю, заливаю кипятком и оставляю в термосе. И чтобы хотя бы часов шесть он в термосе настоялся. Прям крутым-крутым кипятком. И получается не напиток, фантастика. Во-первых, он становится очень, он не слишком ядрен. Вот здесь очень сильные вкусы. Благодаря имбирю, малини, там, да, вот это все, корица где-то добавлена, где-то розмарин, все это прям яркое. А там он такой нежный, но в то же время, ну, он ощутимый, деликатный. Вот так я бы сказала, деликатный. Я могу пить литрами. И тоже витамин С, и тоже, говорят, ну, вообще иммуноукрепляющие свойства им присущие. Ну, вот такой вот чайничек, мне кажется, можно взять, и больше ничего и не нужно. И спокойно сидеть, и беседовать, и греться. Ну, тут я с тобой могу поспорить, потому что, честно говоря, я в этом смысле гедонист. Мне мало, ну, правда, мне хочется как-то это разнообразить, попробовать кусочек чего-то. Я вот не... Ну, вот тебе имбиря принесли кусочек. Вот это, кстати, очень... Вот это какая-то такая китайская, мне кажется, история с сухофруктами, с орехами, с ягодами к чаю. И она очень здорово работает, она разнообразит немножко вкусовые рецепторы. У меня к чаю... Именно вот наша, а наша история с вареньем. С вареньем, ой, как это прекрасно. Как это прекрасно. Знаменитый 5 o'clock, это вот один раз в году событие. Потому что там же и сэндвичи, там же эти булочки с коуны, с битым этим диванширским кремом и тоже со всякими вареньями. Там же и пирожные такие-сяки. Какой день благодарения. Ну, просто... Это просто завтрак, обед и ужин для меня в одном. Ну, да, да, да. Ну, в 5 часов, кстати, это очень уместно. В полседьмого ты уже точно с этим закончил, и до следующего утра тебе не грозит даже мысль о еде. То здесь вот это вот такая прекрасная традиция. Вот это скорее чаепитие. Там всё-таки чревоугодие. А здесь чаепитие. О! Ну вот, вот это вот чистый вкус облепихи. Вот в фудембусе у нас прямо без всякого добавления всяких сиропов, сахаров. Отдельно можно попросить мёд, отдельно варенье. Всё у нас домашнее. Всё просто... Всё сделано либо самим шефом Андреем, либо бабушки и мамы какие-то, тех ребят, которые на кухне или в зале работают, доставляют. Вот это кухня. Да-да-да, домашнее производство. Вы же доставляете, да, еду? Мы доставляем еду. Вообще приятно. Я вообще люблю хвалить. Мне нравится, когда остаётся хорошее впечатление после чего бы то ни было. Похода в ботанический сад, в театр, прочитанные книжки, съеденной еды или ещё чего-то. Вдвойне приятно хвалить что-то своё. Я считаю, что это дело не о том, что я не скромная. Но я восхищаюсь. Я восхищаюсь. Это же не я стою с утра до вечера делаю. Я восхищаюсь теми людьми, которые работают. Я восхищаюсь тем, что находятся ценители. Потому что это не может жить без гостей, которые приходят в ресторан. Любой ресторан загнётся, любое кафе, любое производство еды загнётся, если не будет людей, которые оценят в том качестве, в котором это есть. Поэтому я очень горжусь, что нам уже больше пяти лет. С гостями у вас всё нормально. Всё прекрасно. И действительно очень много постоянных гостей. И доставка работает отлично. А сейчас мы запускаем новую вот эту вот нашу историю, новый проект. Будем делать торты на заказ. Пока в разработке два только торта. Вот прям мой домашний рецепт Наполеона. Обратите внимание, какая это красота. Ну и спросите меня, Юля, а что же ты будешь делать с этими крошками? Ты про них что, забыла, что ли? Нет, я не забыла, я их съем. Наполеон готов. Если хотите, заказывайте. У нас просто в ресторане «Фудэмбоси». А второй, второй. А второй торт из эклеров. Вот помнишь, я в прошлом году ходила к Урганту? Да. И там было написано «Ургант форрева». Торт из эклеров вообще придумал мой сын. В прошлом или позапрошлом году на свой день рождения. Очень здорово получилось. И в этом году он тоже захотел. И все было очень вкусно. И я сказала, только сделайте мне шоколады, потому что я обожаю шоколадные эклеры. Но шоколадные эклеры в торте не залитые белой или красной мастикой глазурью выглядят, мало говоря, ну, понимаете, такие сосиски, да, залитые шоколадом. Вон уже ноября. Что я придумала? Нет безвыходных ситуаций. Реально, час назад. Вот, щедро. Все засыпать ягодами. И вот сейчас, сегодня, например, день рождения у сына нашей с твоей подруги, и мы ему написали «Артур форевер». Во-первых, это так красиво, это так просто и вкусно, ребята. Вот это сегодня получил Артур. Такой же. А это пробный был. И вот этот кусок уже я съела, когда я поняла, что надо скорее фотографировать. А то фотографировать, а то, знаешь, дома быстро-быстро это все разойдется. Он большой. Ягодами все засыпать. Да, ягоды. Заказать ты можешь, наверное, любого размера, да? Во-первых, любого размера. Во-вторых, ты можешь заказать любую начинку. Кому-то нравится ванильная, кому-то карамельная. Это шоколадный. Это вот прям шоколад шоколадный. Шоколадный шоколад. Да. И, как сказал мой, кстати, сын, что с ягодами, шоколадом, я никогда не думала, что шоколад со свежими ягодами так круто работал. Вот. Все, слушай. Ну, браво нашим ребятам на кухне. Браво, бис. Да, вот такой у нас Андрей Макеев. Крутой шеф. Мы живем в такое странное, можно сказать, интересное, но все-таки действительно не совсем безопасное время, когда нужно думать о себе, о своих близких, избегать контактов нежелательных. Именно поэтому я всегда использую приложение аптеки Планета Здоровья. Ой, а вот смотри, кстати, у меня в телефоне стоит приложение. Есть такая программа, которая называется Планета Здоровья. И вот тут ты находишься, в аптеке. Вот, собственно говоря, сегодня по пути на работу сделала заказ, заехала, забрала все, что мне нужно. И таким образом не ходила между стеллажей, не выбирала то, что мне нужно, не общалась ни с персоналом аптеки без необходимости, ни с теми людьми, которые находятся в аптеке, которые туда приходят, в принципе, конечно, чаще всего за помощью, и они вполне здоровые, ну, понятно, для чего мы ходим в аптеке. Поэтому я призываю вас почаще использовать это мобильное приложение и побольше думать о себе и о своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в одной из наших выставок проходят выставча Хризантем. Хризантем мы подарили, мы сделали такой краудпандинг, и 7,5 тысяч Хризантем подарили просто голландцам. Видите, такой приятный и красивый ход. До ваших каудексов-субспидентов мы тоже, естественно, дойдем. Но эта коллекция, это практически целиком ваш подарок. О! Мне кажется, любой человек поможет в таком прекрасном, благородном деле. Но удивительно, не это, не наше желание помочь ботаническому саду, а в Текурском огороде. То, что человек какой-то собрал эту частную коллекцию. Вот это я представить себе, серьезно, это просто какое-то чудо. В принципе, какой замечательный лексиканский баба тоже входил в ту же коллекцию. И теперь мы ее держим отдельно, вот она более мелокализована. Делали специальную комнату отдыха, которую вы не видели, которая очень востребована весной, когда, или осенью. Ну, так и ранее. То есть тут нужно посидеть, да? Да, посидеть, там включается такой мягкий свет, там можно битник устроить без всяких проблем. Сколько лет этому дубу? Этот дуб посадил Георг Франц Гопман в 1805 году. А вот смотрите, насколько Сакура осенний не уступает весенний. Может быть, даже в чем-то это более романтично и более даже трассно. Ну и потом, да, а вот эти вот литя, которые зеленые, которые только начинают становиться... Жуковатость такая невероятная, да, контрастность какая-то. Живопись. Скажите, а вот если по зонам разделить, какие зоны лучше смотреть именно осенью? Именно осенью лучше смотреть наши выставки, которые проходят каждый год в Оранжерии. Они называются «Мир, труд, урожай». Там, в России, выросшенные в России всегда представлены именно у нас на нашей традиционной выставке. Это настоящий? Да. Да ладно. У нас все всегда настоящее. Гениально. Вот, причем тут же рядом, видите, и Хризантены, и Бегонии, и декоративные капусты всевозможные. Ой, какие капусты очаровательные. А можно такое дом обрастить? Легко. Правда? Да, что за мной будет прекрасно. Все светлое место поставить, все и поливать и перемотить. Ну, конечно же, вот это вот наша глобальная изображение. Это коллекция Хризантены. Причем для многих из них, знаете, даже трудно подобрать какое-то слово в русском языке, которое точно бы определяло тот самый акцент цвета, который обладает то или иное растение. С удовольствием для всяких полиусы. Есть только вообще просто ужас такой, за как красивый. Вообще сколько на или иного населения? Пять с половиной тысячи животных и форм растения. Пять с половиной тысячи. Сейчас я тебе скажу, это ваша любимая растения. Я не могу его определить. Как ваша любимая нота, спросите у композитора. Я понимаю очень хорошо. Или у шефа, когда спрашивают ваше любимое блюдо. Ну, такое. Видите, как они отличаются одна от другой. А как мне нравится, что здесь столько всего утилитарного. Перцы, да. Перцы, да, тут базилик, тут вообще все рядышком. А вот это вот, вот это мой любимый пеперанчино, да. Вот для воспитания вкуса сюда, конечно, нужно вводить и детей, и взрослых. Именно. Да. Именно этим мы занимаемся. Мы занимаемся тем, чтобы пробудить в людях любовь к растению. А сирене Кенчаловского у вас есть? Сирене Кенчаловского должна быть наверняка. Потому что у нас огромное... Потому что в Лондоне, в Кюгарденсе есть сирене Кенчаловского. У нас огромное количество сиреней, разнообразных, которые растут по всему саду. И вот там тоже много сиреней, посвященных выдающимся военачальникам Второй мировой войны. Нет, но Кенчаловский Петр Петрович вывел с вами сирень. Да, 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 да. Я знаю, да. У него сорт, и он ее писал. Сирень, которую посадил Петр Петрович еще, Кенчаловский. Красиво, прекрасно. Свергало прекрасно. Чудесно. Такое все-таки, все равно у вас такое какое-то запущение. А это что? Это такое художественное решение? Приемчик, да? То есть вот листья вы не убираете? Нет, листья вы никогда не убираете. Не должно быть как в дворе в пятизвездочном арте. Что-то есть какая-то такая романтика в этом запустении. Я сначала подумала, что ж такое, что ж так листьев много, где же... Но если это ботанический сад, ты там попадаешь, например, в Лондоне, в Кьюгарденсе, или там даже в любой парк, это как-то все очень непорядоченно. Там такой, если в итальянском саду, в Вилла Боргезе, контролируемый фаос, то у нас такое ощущение, что это просто какое-то буйство. Оно все какое-то... И в этом такое очарование? Нет, тут тоже организовано все. Это буйство. Это буйство само по себе так не будет выглядеть. Лиственница Петра Первого. Прямо серьез? Абсолютно. Он здесь посадил три дерева. Ель Пихту и Лиственницу. Ель Пихту уже все, а Лиственница жива до сих пор. Видите, мы сделали опору временную, не очень красивую, просто чтобы из строительных лесов, чтобы последняя оставшаяся в живых ветка не рухнула. Интересно, что после такой прекрасной прогулки хочется с тобой красоты немножко унести. Это надо пройдули, зайти тогда. Да? А вот давайте зайдем. Давай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok